Друзья, всем привет! Сейчас мы соберем очередной маломощный усилитель на микросхеме TA8229K фирмы Toshiba. Данный усилитель является двухканальным, то есть стерео, к которому подключаются динамики сопротивлением 4 Ом и мощностью по 2,5 Вт каждый. В прошлом видео мы с вами собирали вот такой усилитель на микросхеме TA2025B. Напомню, что данный усилитель является тоже стерео и выдает мощность 2,3 Вт на канал при сопротивлении нагрузки или же динамика 4 Ом. Поэтому собрал усилитель на микросхеме TA8229K, мы затем можем его сравнить с усилителем на TA2025B. Через микрофон, конечно, разница будет не очень ощутима, но тем не менее я выскажу свои наблюдения по данному усилителю после его сборки. Схема и прошивка усилителя выложены на моем сайте, ссылка на который находится в описании под видео. Теперь давайте вкратце рассмотрим схему. Как обычно, имеется два входа, на которые подаются сигналы от левого и правого канала через конденсаторы емкостью по 4,7 МФ. И два выхода, которым подключаются динамики по 4 Ома каждый. Максимальная выходная мощность по 2,5 Вт на канал. Я думаю, сама схема в пояснении не нуждается, поэтому приступаем к сборке. И еще один нюанс. Данная микросхема питается в широком диапазоне напряжения от 6 до 15 Вольт. Однако, производитель рекомендует питать данную схему либо от 9, либо от 12 Вольт. Как указано в дата-шите, Best for Supply Voltage 9 Вольт и 12 Вольт. Поэтому данный усилитель предпочтительнее питать от напряжения 9 или же 12 Вольт. Применялась данная схема, как и большинство подобных схем, для портативных радио, кассетных плееров и тому подобное. Точно так же, как и микросхема TA-2025B. Поэтому есть смысл сравнить две эти микросхемы. Итак, приступаем к сборке. Обратите внимание, на корпус данной микросхемы уже необходимо устанавливать радиатор. Для предыдущего усилителя такой необходимости не было. Точно так же я буду в данном усилителе использовать самые простые электролитические конденсаторы. Вместо пленочных конденсаторов я буду применять керамические, поскольку и в данном усилителе тоже применялись керамические конденсаторы. Итак, усилитель собран. Вот таких он получается небольших габаритов, чуть меньше спичечного коробка. Динамики я подпаял 8-омные, других у меня нет. Теперь давайте это все подключим и посмотрим, как же работает наш усилитель. Данный усилитель я подключил к блоку питания и буду подавать на него напряжение 9 вольт. Теперь подключимся к телефону и давайте что-то включим. Поднесу микрофон. Увеличим громкость звука. Увеличим громкость звука. Обратите внимание на уровень громкости из телефона. Ну что ж, как мы услышали, усилитель отлично работает. И складывается такое впечатление, что он выдает не по 2,5 ватта, а чуть ли не по 10 ватт на каждый канал. Поскольку данные динамики являются среднечастотными, то естественно полный спектр частот нам не удалось услышать. Но тем не менее то, что я услышал, не знаю как это было слышно через микрофон, но все-таки данный усилитель очень достойный. И могу даже с уверенностью сказать, что усилитель, построенный на данной микросхеме, будет явно получше усилителя, который мы делали в предыдущем видео на TA-2025B. Однако, если кто-то думает собрать подобные усилители, то я также рекомендую собрать и данный усилитель, поскольку он тоже является довольно-таки неплохим усилителем при своей копеечной стоимости. Ну а данный усилитель, можно сказать, превзошел все мои ожидания. Я думаю, если вы соберетесь сделать такой усилитель, то уж точно не пожалеете. А на этом все. Всем пока и до новых встреч.